Владимир, ну, в общем-то, твой соперник не боялся. Мне нужно ход, переключить ноги. Ты перед боем говорил, что выиграет тот, у кого крепче характер. Но, как видишь, приметы сыграли свою роль. Но, наверное, дело не только в приметах и не только в характере, а и в тактике, выбранной на бой. Да, я в начале боя работал передней рукой, но передней ногой он был подготовлен к этому, хорошо встречал. Потом я услышал подсказку в углу, что его снизу надо встречать. Он на меня идет. Так вышло, я снизу встретил первый раз, но не получилось добить. Второй раз встретил, уже добил его. Недаром ты поблагодарил после боя заслуженного тренера Евгения Николаевича Подрезова. Наверное, он тебе поставил вот эти удары значительно. Он тактику ставит. Он работает уже с подготовленными спортсменами. Удары, все это во вторую степень он подсказывает. В первую степень он ставит тактику. Во время спаррингов следит за нами, оттачивает, говорит, какие мы ошибки делаем. А все-таки такое давление, пояс чемпиона компании «Битва на Волге», плюс звание непобежденного, наверное, висело над тобой тяжким грузом. Да нет, я отбросил все эти мысли и дрался, как первый раз. Но с багажом опыта. Все-таки с таким соперником, как Кирилл Кузьмин, лучше дело не доводить до концовки. Да, он выносливый с характером парень. Хотел закончить бой досрочно, получилось, нашел ключик. Опять же подсказали с угла, мои друзья, получилось. Кого ты видишь в качестве соперников по претендентам на этот чемпионский пояс? Пока не могу сказать, не знаю. Если это будет кто-то из наших бойцов, ты так же пойдешь на этот бой без сомнений? Ну, это спорт, ничего личного. Есть, конечно, с лучшими друзьями, я никогда не пойду драться, если мне будет. Спорт, ничего личного, как будет, так будет, подеремся. Это чемпионское звание, все хотят его, и надо его отстаивать в таком случае. Ну, видимо, все-таки впереди тебя ждет большая интересная карьера. Ну, все воля Божья. Ну что, удачи тебе, прежде всего. Спасибо большое вам.